МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал ВИДНОЕ ТВ. В эфире новости. Вначале коротко об основных темах выпуска. Начался отчетный период для глав поселений Ленинского района. Первыми отчитались горки Ленинские. В отчетный период поступило более тысячи звонков, смс-сообщений, электронных писем. Глава района вручил памятные знаки в честь 75-летия со дня освобождения Ленинграда ветеранам-блокадникам. Мы никогда не забудем о тех страшных годах. Мы всегда с благодарностью будем относиться к вам. Школа юного эколога начала свою работу в Мильковской библиотеке. Когда это дается с детства, ребенок это впитывает, и он это не теряет всю жизнь. В поселке Петровское произошло знаменательное для местных жителей событие. После реконструкции открылся бывший офицерский клуб, а ныне Дом культуры. На его открытие побывала наша съемочная группа. Подробности в репортаже Максима Козлова. Такого ажиотажа бывший гарнизонный клуб офицеров в поселке Петровское не видел лет 20. Да и серьезные мероприятия, на которые сегодня собрались местные жители и руководство района и поселения, не проводились здесь давно. Один из первых, для кого состоялась обзорная экскурсия по новому Дому культуры, стал глава муниципалитета. Ему рассказали как о творческих планах, так и о технических характеристиках здания. Залы кондиционирования, вентилирования и тепло за счет кондиционирования. Ну это какая? Централизованная? Централизованная, конечно. Новый Дом культуры станет филиалом досугового центра «Юность», который работает в горках Ленинских. Скоро в этих кабинетах начнет работу множество кружков. Хореография английского языка даже будет создан свой вокально-инструментальный ансамбль планов «Громадье». Для начала мы планируем здесь открыть секцию кикбоксинга, уже существующую в поселке Горки-Ленинский. Также у нас планируется художественная студия, тоже из существующих кружководов. И, скорее всего, театральная студия. Это то, что мы уже готовы открыть. Зданию бывшего гарнизонного клуба офицеров более 60 лет. За это время здесь несколько раз проводились только косметические ремонты. Зимой в зале сидели в шубах, летом настиж открывали окна. За долгие годы он пришел в полную негодность. Даже глава муниципалитета сомневался, что можно восстановить здание. Но, как говорится, глаза боятся, руки делают. Мне до конца самому не верилось, потому что вот у нас есть здесь помещение, и специально к сегодняшнему открытию сделали такую фотовыставку, было стало. Когда посмотрели, как было, и еще я своими глазами это видел, ну, честно говоря, у меня мурашки похуже, бежали, как же это все восстановить. Теперь этот зал способен принять более 280 человек. Он оснащен новейшим световым и звуковым оборудованием. За кулисами расположены прекрасные места для артистов. В том, как сильно поменялось восприятие здания, можно было убедиться на небольшом концерте, который подготовили для всех, кто собрался сегодня в Доме культуры. Оснащенность великолепная, замечательный звук, замечательный свет. Профессионалы работают здесь. Очень приятно, хорошая акустика. Я советую сюда приезжать артистам, действительно здорово. Особой гордостью обновленного культурного центра стал рояль легендарной польской фирмы «Шиммель», которая недавно отметила свое столетие. Достаточно сказать, что подобные инструменты стоят в Большом театре, Бостонском балете, Академии музыки имени Гнесиных, Парижской консерватории и многих других. Ремонт и оснащение здания финансировались из областного бюджета и бюджета поселения. Старое название «Гарнизонный клуб офицеров» осталось в прошлом. Теперь его будут называть «Дом культуры», но руководство поселения уверено, что исторические традиции не канут в лету. Конечно же, многие из вас, дорогие жители поселка Петровска, исторически по привычке будут называть его «Гарнизонный офицерский клуб». Мы в дальнейшем планируем проводить здесь мероприятие с войсковой частью ПВО 52096. Работа по реконструкции «Дома культуры» началась летом прошлого года. Полностью поменяли крышу, сантехническую систему, электрику, утеплили стены, провели современную систему отопления и кондиционирования. До этих работ был создан дизайнерский проект, на разработку которого ушло более полугода. Хотелось поддержать фасад здания, он такой, достаточно полудеанский, в нем много архитектурах, ветхое здание вообще было в принципе, и вот эта вся часть, где был холл, она оказалась темным, низким, и хотелось подчеркнуть вот эту высоту, подчеркнуть вот эти элементы архитектурные, все выделить. Помимо фасада, всего было отремонтировано помещение площадью более 800 метров. Теперь здесь могут одновременно заниматься почти 100 человек. У местных жителей язык не поворачивается назвать это прекрасное обновленное здание «Домом культуры». Дворец культуры, впечатление, огромные, прекрасные здания, много комнат, много функциональные, где могут быть заниматься не только дети, наши дети, но и может какая-то проводиться культурно-просветительная работа. Дом культуры ждет большая и активная жизнь. Большому кораблю большое плавание. Максим Козлов, Егор Хлябич, Сергей Ларин. Видное ТВ. Продолжение темы. Первым мероприятием в новом Доме культуры стал отчет главы администрации городского поселения Горки-Ленинские. В рамках него также состоялось живое общение между руководством муниципалитета и жителями района, которые пришли в этот день в новый центр культуры поселка Петровская. Даже несмотря на то, что мероприятие официальное, все же подведение итогов – это всегда немножко праздник. В частности, в этот раз – открытие нового Дома культуры. Раньше перед жителями района отчитывался только глава поселения. В нынешнем году перед собравшимися выступит и руководитель администрации. Орган местного самоуправления в этом виде сформировался в 2017 году. И по сути, 2018 – это год разбега. Разбег-то получился, по-моему? Ну, вы знаете, требуется небольшая динамика, но я думаю, все получится. Очень хорошие, активные жители, хороший институт старост деревень. И жители действительно небезразличные. И поэтому, если прислушиваться, вот тогда будет все получаться. Первой перед жителями выступила глава поселения Наталья Камалихина. Она рассказала, что на реализацию государственных программ Московской области, таких как «Дорога Подмосковье», «Чистая вода», «Создание комфортной городской среды» из областного бюджета было выделено и освоено в 2016 году 2,5 миллиона рублей, а в 2018 году уже почти 19,5 миллиона рублей. Такая динамика доказывает, что участие в программах Московской области, в которые включается районная администрация, исполняет полномочия городского поселения Горки-Ленинский, экономит финансовые средства местного бюджета. Кроме того, такой подход позволяет максимально учитывать пожелания и наказы жителей. Наталья Камалихина затронула тему образовательных учреждений. В поселении введены в эксплуатацию второе здание детского сада номер 2 «Колобок» и второй корпус детского сада «Росинка» в поселении Горки-Ленинский. Упомянула она и о ситуации с закрытием школы в Горках-Ленинске. Надо отметить, что глава и администрация Ленинского района сразу же подключились к решению этого вопроса и организовали бесплатную доставку детей в школу номер 11, в которой организовано питание, созданы все условия для комфортного обучения и непрерывного образования детей. Органы местного самоуправления строят свою работу в тесном взаимодействии с населением. Регулярно проводятся встречи, в том числе с представителями различных служб района. На официальном сайте городского поселения Горки-Ленинский вывешен график приема граждан всеми депутатами поселения. В отчетный период поступило более тысячи звонков, смс-сообщений, электронных писем. Совместно с администрацией все поступающие вопросы стараемся решать максимально оперативно. Далее слово взяла руководитель администрации городского поселения Горки-Ленинский Светлана Литвинова. Она рассказала о доходной и расходной частях бюджета, а также о социальных, общественных, культурных и спортивных программах, которые реализуются в поселении. В 2018 году на территории городского поселения Горки-Ленинский действовали 10 муниципальных программ, которые способствовали рациональному и разумному освоению бюджетных средств и выполнению стоящих перед администрацией задач по обеспечению улучшения условий проживания населения. В рамках программы социальной защиты администрация городского поселения Горки-Ленинский оказывает населению дополнительные меры социальной поддержки. В 2018 году производились выплаты малообеспеченным гражданам, многодетным семьям и сиротам. К празднованию Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны были вручены продуктовые наборы и произведены выплаты на общую сумму 570 тысяч рублей. Участникам и инвалидам войны по 20 тысяч рублей, труженикам тыла по 3 тысячи. В конце встречи перед жителями выступили представители законодательной и исполнительной властей Ленинского района. В частности, Станислав Радченко, председатель Совета депутатов муниципального района, высоко оценил проделанную работу коллег. К главе муниципалитета Валерию Венцелю традиционно было много вопросов от местных жителей, на которые он ответил в течение встречи. Это хороший прямой диалог, который мы готовы вести. За полгода, когда я стал главой Ленинского муниципального района, мы постарались пообщаться, наверное, с большинством коллективов в составе муниципалитета, не со всеми удалось напрямую пообщаться. Мы такую практику будем продолжать. По окончании официальной части прошло награждение почетными грамотами и памятными подарками активных работников культуры, спорта, социальной сферы, общественников городского поселения Горки-Ленинские. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Внимание! УМВД по Ленинскому району разыскивает мужчину, который 23 января в лифте подъезда по адресу улицы Березовая, дом 5, совершил действие сексуального характера по отношению к маленькой девочке. Приметы. Рост 170-175 сантиметров. Худой. Русские. Волосы черные. Небольшая щетина. Одет в удлиненную баллоневую куртку до колен. При обнаружении человека, схожего с фотороботом, просьба сообщить по телефону 112. Сегодня в Совете ветеранов Ленинского района собрались люди, у которых было одно на всех блокадное детство. Многие из них почти не помнят этого времени, были слишком малы. Выжить им помогли их родители, которые отдавали своим малышам последнюю крошку хлеба. Сейчас ветераны-блокадники уже далеко не молоды. 75 лет в нынешнем году отмечается со дня освобождения Ленинграда. Это событие и стало поводом для встречи. Наталье Алексеевне Минаевой было всего три годика, когда фашисты взяли Ленинград в блокадное кольцо. Сама она ничего не помнит, да и в семье о том времени говорить было не принято. Принимая из рук главы Ленинского района Валерия Венцеля памятный знак в честь 75-летия освобождения Ленинграда, учрежденного правительством Санкт-Петербурга, она вспомнила однажды прочитанную книгу Даниила Гранина, в которой были описаны малоизвестные эпизоды того трагического периода. Как нельзя забыть его выступление в Бундестаге, когда у всех членов Бундестага, мне кажется, волосы дымом стояли, а кровь вообще застывала от живых. Когда он просто говорил какие-то, ну, приводил данные, которых никто не знал. Блокада Ленинграда – это почти 900 дней ужаса, когда миллионный город умирал от голода. Но даже тогда героический Ленинград трудился для нужд фронта. Выпускали танки, снаряды. Сложно представить, каких усилий стоило родителям нынешних ветеранов сделать так, чтобы их дети выжили. Из живущих в настоящее время в Ленинском районе блокадников самому старшему в то время было 14, а самому младшему не было и года. Их детство было уничтожено войной, голодом, смертью близких. Валерий Венцель в своей речи, обращенный к ветеранам, отметил, что современное поколение гордится ими, как примером мужества и стойкости. Мы никогда не забудем о тех страшных годах. Мы всегда с благодарностью будем относиться к вам за то, что вы своим подвигом, я считаю, это подвиг, пройти вот это испытание. Показывайте нам, какими нужно быть истинными патриотами своей страны. Сегодня в районе живет 14 человек, которые во время Великой Отечественной войны пережили блокаду Ленинграда. Десять из них ведут активную жизнь, общаются с другими ветеранами, ходят в школы, рассказывая юному поколению о своем взрослом детстве. Маргарита Васильевна Фролова, председатель общества ветеранов-блокадников, старается сделать так, чтобы проблемы каждого были услышаны и решены, а также, чтобы каждый получил положенные выплаты к 75-летию снятия блокады Ленинграда. Это средства из бюджета Ленинградской области, регионального правительства Подмосковья и районного бюджета. С начала февраля мы начнем этим заниматься. Кто не сможет, дойдем обязательно домой. Кто сможет, значит, будем собирать документы в нормальном режиме, в рабочем режиме. В завершении встречи всем предложили сделать общую фотографию на память. Развилковская библиотека – место встречи новых знаний не только для юных посетителей и их родителей, но также для бабушек и дедушек. Уже несколько месяцев здесь регулярно проходят собрания клуба для людей старшего поколения «Нам года не беда». Екатерина Коваленко побывала на одной из таких встреч. Активные и любознательные, веселые и коммуникабельные членов клуба для людей старшего поколения «Нам года не беда» лишь по паспорту можно назвать пожилыми. Дважды в неделю они регулярно собираются и дарят друг другу радость общения. Один раз занимаются скандинавской ходьбой на свежем воздухе, а вторая встреча проходит в Развилковской библиотеке. Проходят различные занятия, абсолютно разные. Это и прикладное творчество, и лекции по здоровому образу жизни, и дыхательная гимнастика, уроки красоты, различные темы. Мы спрашиваем наших членов клуба, что им интересно, что их интересует, и таким образом подбираем наши темы для занятий. На занятиях нашего клуба скучать не приходится. Сейчас клуб состоит из 15 человек, и он скорее напоминает дружную семью, где все окружены вниманием и заботой, и нет места одиночеству. Сегодня встреча особенная, и повод для радости более чем веский. У постоянной посетительницы Нины Семеновны Бакановой день рождения. К сожалению, день рождения только раз в году. В честь именинницы прозвучали многочисленные поздравления, и по признанию Нины Семеновны, день рождения в кругу друзей надолго останется у нее в памяти. Самый лучший подарок – это общение. С удовольствием хожу сюда, потому что часть с друзьями своими. Мне нравится здесь. Несмотря на веселье и праздничную атмосферу, на встрече не стали отходить от традиционной части каждого собрания – дыхательной и суставной гимнастики. Эти спортивные пятиминутки любят все члены клуба без исключения. Похлопывание лимфоузлов, прохлопывание. Вот здесь вот, вот это место. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Несложные, но эффективные упражнения ускоряют кровоток, улучшают сердечную деятельность, дарят заряд бодрости и энергии. Ведет спортивную рубрику Вера Васильевна «Мосцевая», которая более 30 лет посвятила йоге. Мы вот так позанимаемся, у них сразу активизируется деятельность вообще. Понимаете, вот пожилой человек есть, пожилой человек, и проблемы, но практически у всех одинаковые. Нам нужно заставить себя действовать. Вот самому телу, самим внутренним органам надо обязательно работать. Как говорят, движение жизни. Процесс неформального общения доставляет пожилым людям огромное удовольствие и поднимает настроение. Они с нетерпением ждут каждую встречу. Маргарита Васильевна Завируха живет в деревне Слобода, и путь до развилки занимает у нее значительное время. Но вопрос, ехать или не ехать, даже не поднимается. От нас очень трудно добраться. Раз в час ходит автобус до развилки от нашей конечной остановки. Но я стараюсь не пропускать занятия, поскольку это дает мне бодрость на всю неделю. И значит, говорящее название клуба «Нам года не беда» является девизом для всех его посетителей, которые, несмотря на трудности и болезни, продолжают жить полной жизнью. Екатерина Коваленко, Егор Хлябич, Елена Кошелева. Видное ТВ. В библиотеке деревни Мильково прошло первое занятие в школе юного эколога. В ходе урока дети узнали о вторичном применении бытовых вещей и раздельном сборе мусора. Ознакомительное занятие прошло в игровой программе. Юные экологи с живым интересом изучали секреты практичного хранения и использования целлофановых пакетов. Из них они смогли соорудить моющие губки. Кроме того, ученики познакомились с главным экологическим нововведением года – раздельным сбором мусора. Дети с легкостью усвоили все функции новых контейнеров, которые отличаются по цвету в зависимости от назначения. Контейнеры есть, контейнеры для опасных отходов, например, батарейки и многое другое. А контейнеры для чистого мусора – это пластик, бумага и картон. Мильковская библиотека уже не первый год занимается экологическим просвещением своих посетителей. По словам заведующей учреждением Анны Шмелевой-Михайловой, школа юного эколога полезна для детей. Через игру ребята проще усвоят информацию о защите окружающей среды. Мы должны сделать так, чтобы наши читатели не приходили к нам с пакетами, с салфанами, с книгами. Пусть они приходят с экологической сумкой. Да, у нас будет поощрение для детей. Да, у нас будут конкурсы. И дети, понимаете, что когда это дается с детства, ребенок это впитывает, и он это не теряет всю жизнь. Знание, человек на то и человек, что он знания не теряет всю жизнь. В конце урока маленьким экологам подарили эко-сумки, которые они самостоятельно украсили. Дети получили искреннее удовольствие от игрового занятия и новые знания о защите окружающей среды. В рамках чемпионата хоккейной лиги Московской области трудовые резервы состоялась встреча команд Домодедова и Пирания. Матч выдался равным и напряженным для игроков и болельщиков обеих команд. Вплоть до финальной сирены исход игры был неясен. За противостоянием команд наблюдал наш корреспондент Арсений Рогозянский. В дивизионе лидер чемпионата трудовые резервы турнирную таблицу возглавляет команда Пирания из поселка Совхоз имени Ленина. Коллектив по всем показателям опережает своих конкурентов. Самое результативное нападение и лучшая оборона. При семи победах всего два поражения, одно из которых в первом круге первенства хищники потерпели как раз от Домодедова. Желание взять реванш наблюдалось у команды с самого начала игры. Однако после первого периода в счете с минимальным отрывом вел Домодедовский клуб. Команда Пирания, я думаю, что это одна из сильнейших в районе команды. У них сильный состав, хорошее руководство команды. Поэтому сейчас думаю, что кто выиграет, кто будет более хитрый или более мастеровитый. Домодедов тоже команда не подарок. Думаю, что все еще тут третий период. В самом начале второго периода нападающий Александр Новиков восстановил равенство в счете, что только подтверждало статус яркого поединка, насыщенного игровой борьбой. В ледовом дворце Артика действительно жарко. Хоккейные команды Домодедова и Пиранья играют в равный хоккей. Об этом свидетельствует счет матча. В середине матча Пиранья вышла вперед. Однако в конце второй-третьей игры хоккеисты клуба Домодедова выровняли свое положение. На перерыв перед заключительным периодом команды ушли со счетом 2-2. Тренер хоккейного клуба Пиранья Роман Сухоруков подвел промежуточные итоги игры. Я бы не сказал, что мы стали завладевать преимуществом равной игра, равной соперники. У них есть мастеровитые ребята, у нас есть. Ну, пока вот так. Мнения болельщиков относительно исхода матча были неоднозначными. Каждый искал преимущество в игре своей любимой команды. Я думаю, у Домодедова побольше шансов как-то. Поактивнее смотрятся на льду они. По сплоченнее, чем команда соперника. Большие шансы на победу, конечно. Но, как покажет игра, точно ответа нет. Они друг друга знают. Они в разное время вместе играли, ребята многие. Я все-таки ставлю на Домодедова. В заключительный период матча успешнее провели хоккеисты Домодедова. Сначала команда умело реализовала большинство, а под конец встречи упрочила свое преимущество еще одной забитой шайбой. Пиранья потерпела лишь третье поражение в турнире, однако этим только обострил интригу в первенстве трудовых резервов. Арсений Рогозянский, Сергей Ларин, Видное ТВ. И о погоде. В пятницу будет также мороз. На днем около 12 градусов ниже нуля, ночью до минус 16. Переменная облачность и без осадков. И это все новости на сегодня. До встречи и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова